Мур, привет друг! Ты слышишь голос зверьков и смотришь гайд на столь ожидаемого героя-убийцу из сотого вышедшего героя в МЛ, Бенедетту. Ну что, как тебе? Сложненько на ней? С гайдом мне помогал профильный убийца Ган Марк, мало ли что я упущу. Итак, старт и урон базовой атаки у Бенедетты весьма низкий, но Беня заточена на то, чтобы убивать противника комбинации навыков. О ней поговорим позднее, а пока что навыки. Пассивка. Нанося урон противнику, у Бенедетты заряжается суператака, которая направлена туда, куда указывает левый стик, то есть туда, куда бежишь. Суператака также заряжается, если зажать кнопку атаки. Это пассивка, ключевая особенность Бенедетты, поскольку это как четвертый быстро заряжающийся навык, не потребляющий маны. Позволяет и передвигаться быстрее, и перепрыгивать стенки, урон наносит всем на своем пути, а также эскейп, который всегда под рукой. Урон у супера достаточно высокий, однако есть одно но. Огромный штраф при уроне по минионам и почему-то крипам. То есть фармить линию и лес быстрее с руки, чем супером с пассивки. Первый навык. Беня делает отскок и потом удар вперед. В веерной области урон наносит тень, а посередине в прямоугольник сама Бенедетта. И если они вместе попадают по одной цели, то урон возрастает, а сам навык еще и замедляет. Однако, отскок не дает неуязвимости. Хотя и можно увернуться от какого-то навыка, если очень точно подогнать применение. Этот удар самый полезный спам-навык. Вдобавок наносит полный урон крипам и миньонам. Вкладываемся в него в первую очередь. Кстати, а давай в этом видео я покажу, как удар Бенедетты выглядел бы в реальности. Не зря же я катану купил. Второй навык. Беня занимает защитную стойку и делает прыжок вперед с уроном. Главное, она впитывает любой урон, даже от башен и кары. Если же ты очень ловкий, смелый-умелый и поймал в тайминг защиты контроль, то цели на твоем пути будут оглушены, а ты получишь полный заряд пассивки. Навык. Просто идеальный эскейп. И пусть урона не так уж много, зато твой отход не законтрят. Однако, не стоит оставлять все время на отход. С помощью этого навыка вполне удобно убивать, добивать, догонять. И вот как он выглядел бы в реале. Ну и наконец ульта. После короткой подготовки Бенедетта делает мгновенный скачок вперед, оставляя за собой поле сверкающих клинков. Сам рывок замедляет врага, как и урон, наносимый в области ульты. Навык идеально подходит для инициации. Замедление позволяет легче прицелиться в нужного тебе противника. Наносит много мелкого урона и полностью заряжает пассивку. И выглядит в жизни примерно вот так. Вроде бы навыки незамысловатые. Пассивка, второй навык и ульта прыжки. А значит куча навыков, позволяющих свалить из неудачной схватки. Но вот сама пассивка требует привычки. А теперь традиционное время спонсора. Потому что я иногда хочу кушать. Кодошоп. Официальный дистрибьютор игровой валюты. Как в нашей Mobile Legends, так и в нескольких других популярных играх. Цены в Кодошоп ниже, чем в Google Play или App Store. Для пополнения тебе даже не потребуется регистрация. Оплатить можно с помощью карты Visa или MasterCard, Kiwi или Яндекс деньги. Приобрести можно как алмазы, так и звездного участника. Давай покажу как это сделать на примере моего ака для стримов. Заходишь по ссылке в описании этого видео, внимательно вводишь свой игровой ID и сервер, выбираешь нужное количество алмазов и оплачиваешь удобным для тебя способом. После чего перезаходишь в игру и алмазы у тебя уже на счету. Да, все просто, удобно, быстро и дешевле, чем традиционный способ. Для удобства можешь сохранить мои ссылки в закладках. А теперь возвращаемся к ролику. Берем эмблемы убийцы через урон и самый оптимальный третий перк. Очень помогает совершать несколько убийств сподряд. Или можно взять эмблему бойца с вампиризмом. Дополнительный навык. Возмездие с последующей игрой через лес. Стоять и фармиться на линии, во-первых, неудобно, во-вторых, ты не реализуешься как убийца для своей команды. Сборка. Будем отталкиваться от лесного варианта. Мачете хищника. Лесной старт – это путь к быстрому фарму. И четвертый левел, если тебе не помешают. А значит, ты сможешь раньше выйти на ганг и делать первые килы. Магические сапоги. КД полезны для Бенедетты, однако потом можно продать их и перемещаться с помощью пассивки. Если тебе не лень, все время зажимайте автоатаку. Топор кровожадности. И клинок отчаяния – основа для атаки и выживания в бою нашей подвижной Бенни. Топор даст скорость перезарядки и исцеление от урона навыками. Навыки не критуют, но база урона для них – бонус к физической атаке, которую даст клинок отчаяния. Далее идут два предмета на выживание, которые можно подстроить под противника. Универсальное – это. Крылья королевы дадут запас здоровья, скорость перезарядки, а в паре с золотым метеором – крайнюю живучесть при низком здоровье. Моя сборка без бесконечной битвы, потому что за правильно сделанную комбинацию ты заберешь тонкого противника, а ББ заставит реализовывать себя через анимацию удара. Это замедлит твой темп. Но если хочешь, можешь заменить что-нибудь из защитного без проблем на бесконечную битву. Тактика. Основная комбинация для атаки – удар пассивкой по противнику, либо чтобы приблизиться. Тут же ульта в том направлении, куда он скорее всего будет отступать. Потом второй навык, как защиту и смену позиций. После чего нужно попасть первым навыком, и у тебя остается заряженная пассивка, либо чтобы добить, либо чтобы отступить. Комбинация меняется в зависимости от условий боя. Кроме того, можешь оставлять второй навык, чтобы полировать какой-нибудь жесткий вражеский контроль. Если у противника есть эскейп прыжком, то не начинай с ульты. Лучше ставь применение после прыжка врага. Когда ему уже некуда деваться, накидываешь ульту. Как начать бой? Вкачиваешь первый навык. Идешь на среднюю линию. Забираешь волну. Только после этого покупаешь нож охотника. Забираешь речной цветок и идешь забирать лесные бафы. Забрав их и медведя, у тебя будет четвертый левел. Получив который, ты уже должен чекать карту и найти сторону, где можно совершить убийство. Убийца. Сидящий в лесу долго – якорь для команды. В дальнейшем синий баф можно также стрелять для мага. Он не столь крайне важен для Бенни. Советы. Когда забираешь лес и крипов, не используй пассивку. С руки ты бьешь сильнее. Для перемещения, наоборот, используй постоянно. Она не тратит ману. В бою, не зажимай для заряда. Лучше атакуй врага с руки. И когда пассивка будет готова или почти готова, используй ее. Я обычно считаю такие советы, как само собой разумеющиеся. Но мне потом пишут в комментариях, ты забыл то сказать, ты забыл другое сказать. Поэтому, чтобы сократить себе путь, перескакивай стены. Первый навык очень ускоряет фарм, особенно когда попадаешь и тенью, и беней. Второй навык может парировать любой контроль. Идеально, если ты им при этом попадаешь по противнику. Это оглушит врага. Также второй навык защитит тебя от выстрела башни. Ульту можно использовать для того, чтобы украсть лорда или черепаху. Урон вылетает часто, поэтому можно нанести удачный ласт хит вместе с твоим первым навыком. Очень не советую идти в ранг до того, как полностью привыкнешь и сможешь использовать пассивку на все 100%. Потренируйся сначала в обычке или с ботами. На этом все. Надеюсь, гайд поможет тебе улучшить навыки игры на бене. И если видео тебе понравилось, подпишись на канал. А у меня традиционный конкурс. Когда это видео наберет 30 тысяч просмотров, среди комментаторов будет разыгран приз на 750 алмазов. Для участия тебе нужно быть подписанным на канал, поделиться видео в соцсетях, поставить лайк и оставить комментарий. Все так просто. Я свяжусь с победителем в комментах. И на этом все. Удачных боев, друг. Поскриптум. Контент для моих подписчиков. Контент Европы.